В этом году в турнире «Ракетка Белогорья» участвуют 32 спортсмена в двух категориях. Юноши до 13 лет и девушки до 15. Он проводится уже в пятый раз и входит в российский теннисный тур. В финал обеих категорий пробились только белгородцы. Золотые медали у юноши разыгрывали Митин Даниил и Курлов Илья. Оба представители местной детской спортивной юношеской школы номер 7. Первый игровой отрезок прошел полностью под диктовку Курлова, который взял нужные 6 геймов, в то время как соперник всего 3. Переломным моментом стал второй сет, где все решал тайбрейк, в котором также был сильнее Илья Курлов. Третий игровой отрезок также прошел под диктовку Ильи Курлова. Счет 6-1. В своем возрасте он лучшая «Ракетка Белогорья». Соперник очень сильен. Мне очень сложно с ним играть. Но побеждается не все тот, кто сможет передержать мяч. Главное не ошибаться и не психовать. В отличие от юношеского финала, в золотом розыгрыше у девушек особой борьбы не получилось. Белгородка Ксения Гунько без труда обыграла соперницу со счетом 6-0 и 6-1. Я думала, что у моей соперницы было очень много ошибок. Но моя игра была тоже неидеальной. У меня тоже были ошибки. Но главное, наверное, я выиграла из-за ее ошибок. Соперниками наших ребят стали регионы-лидеры по развитию тенниса в стране. Как же у белгородских спортсменов получилось выбить фаворитов из медальной гонки? И Белгород растет, конечно, не без этого. Потому что детки растут, результаты есть. Ну и, конечно, зависит все от количества игроков, от того, какой категории проводится турнир. Наверное, начало учебного года сказывается. И не все могли приехать к нам в это время. Очередной турнир «Ракетка Белогорья» пройдет в мае следующего года. Илья Лядвин, Евгений Титов. Программа «Такой день» на мире Белогорья.